Продолжение следует... Продолжение следует... Постоянное растущее количество исследований, сокращение времени исследования, необходимость получения максимально большего количества диагностической информации за единицу времени. И в этих вызовах мы не одиноки. На самом деле производитель старается слушать нас, и ему бессмысленно создавать что-то, что не будет никому и нужно. Поэтому ультразвук именно в широком смысле этого слова, то есть от самого начального уровня до профессионального премиального уровня, он участвует на сегодняшний день в частности в онкологической службе вот в этих двух основных направлениях. Это поддержка диагностики и действительно различные решения в вопросах диагностики, ранней диагностики заболеваний. И поддержка лечения, сопровождение лечения. Мы поговорим подробно в развернутом виде о поддержке диагностики. И в первую очередь мы поговорим об эволюции оборудования и сканеров. На сегодняшний день, я думаю, никто уже не будет спорить, что ранняя диагностика существенно влияет на качество жизни пациента и срок пребывания его в клинике, в стационаре. Поэтому максимальный мультимодальный подход в вопросах дифференциальной диагностики, в вопросах уточняющей диагностики, конечно, однозначно влияет на улучшение качества жизни пациента. А также широкий набор датчиков, который позволяет нам подходить индивидуально к каждому вопросу, будь то лечения, так и терапии, так и сопровождение терапии. На экране сейчас за последние 15-20 лет эволюция сканеров, то есть сегодня действительно большой рывок и детализации, и в качестве картинки, и точности визуализации. Это все, конечно, заслуга ежедневно работающего над этим составом инженеров. И, допустим, базовая, это не то чтобы проблема, просто необходимость постоянно регулировать позицию фокуса, чтобы получить максимально оптимальную картинку, сегодня решена путем алгоритмов и фокусинг, когда машина за счет большого массива железа, то есть возможностей, фокусируется на всей глубине, то есть от поверхности датчика до самых глубоких отделов. Проблема с пациентозависимостью, то есть как можно уйти от постоянной разной визуализации у разного типа пациентов. Алгоритм Carving Imaging, или резная визуализация, создана для того, чтобы уменьшить эту пациентозависимость, чтобы мы от раза к разу видели четкие границы, дифференциацию структур вне зависимости от конституции типа пациента. Глаза – это основной наш инструмент, орган, с помощью которого мы считываем диагностическую информацию. И в ультразвуке очень важен черный цвет. И действительно, с приходом OLED-технологии, где отсутствуют эти подсвечивающиеся кристаллы в традиционных LCD-мониторах, стало действительно возможно получить истинно черный цвет, соответственно, и повысить контрастность изображения, и получить максимально оптимальную диагностическую достоверную информацию. Порог чувствительности доплеровских режимов, будь то цветной доплеровский режим, или энергетически направленный, или их комбинации, опять же, нас ограничивает возможности, особенно после того, когда мы попробовали, что такое ультразвуковые контрасты. И сегодня мы имеем возможность, перед вами пример этих картинок, то есть использование режима Detective for Imaging. Обращаю ваше внимание, что при регистрации, посмотрите в почках, столь низких кровотоков, мы сохраняем сумасшедшую частоту кадров, 38 кадров в секунду. Это в два раза быстрее, чем среднестатистический глаз может считывать. И это действительно очень приближает нас к контрастным видам исследования с точки зрения качества, получаемой информацией об архитектонике, сосудистой архитектонике. Эволюция датчиков. Действительно, много прорывов произошло за последние 15-20 лет. И, наверное, кроме того, что у нас существуют уже датчики без пьезоэлементов, датчики с сумасшедшим количеством в виде матриц и элементов, все постоянным увеличением диапазона частот, в котором мы можем работать одним датчиком, это все, конечно, дает на выходе очень большой результат в плане визуализации. Допустим, монокристальные датчики конвексные дают более гомогенную картинку за счет выращенного одного большого кристалла, пьезоэлемента. И вот здесь в качестве иллюстрации пример того, в чем разница. То есть действительно проникновение будет намного лучше у монокристального датчика. Компания еще Hitachi, теперь уже Fujifilm, представила первый коммерчески используемый датчик на основе силиконовых мембран, кремниевых, то есть маленькие микробарабанчики расположены в виде матрицы. И огромное количество этих элементов при подаче напряжения, они вот как барабаны, резонируют и создают ультразвук и могут считывать ультразвуки, то есть генерируют и слушают ультразвук. И его преимущество по сравнению с обычным датчиком, так как пьезокерамика, она далека по своим акустическим свойствам от ткани человека, и тут у нас требуются согласующие слои, которые отсутствуют в силиконовой технологии СИМАТ. Это приводит к тому, что меньше энергии нужно отправлять и больше энергии можно получить, то есть нет потери информации на этапе отправки импульса и считывания информации. Кроме того, использование этих микробарабанчиков привело к тому, что частотный диапазон просто сумасшедший. От 2 до 22 мегагерц на одном линейном датчике. Для понимания, то есть у нас обычно 4 датчика перекрывали этот весь частотный диапазон. И это так называемый one-prop solution, то есть решение одним датчиком посмотреть все необходимые виды исследований. И перед вами пример, то есть разница между обычным датчиком и 4G за счет расположения в виде матрицы. Перед вами краткая иллюстрация, то есть эти матрицы фокусируются на разных уровнях и получая информацию по короткой оси, с разной глубины, то есть дает лучшую детализацию, фокусировку. Действительно новая контрастная картинка, то есть это нужно действительно один раз увидеть. Решение в вопросах о диффузной патологии печени. Сейчас кто-то должен спросить, какое это имеет отношение к онкологической службе. Я до недавнего времени тоже мог бы так сказать, но мы знаем, что мы имеем дело в онкологии с химиотерапией в частности. Давайте берем один конкретный пример, когда после четвертого курса риск того, что у нас печень может не пережить следующее, то есть это становится критически важным. И раньше никто на самом деле не из принципа наименьшего вреда никто не придавал этому значения, так как никто бы не стал делать биопсию, чтобы оценить состояние печени в ходе химиотерапии, от которой, собственно, пациенту может стать еще хуже. А сегодня это просто ультразвуковое исследование, и мы можем стадировать уже достоверно все состояния печени неинвазивным способом. Перед нами сейчас классификация, я думаю, что всем доступна из гайдлайнов. Я просто хочу сделать акцент, что существуют разные виды эластографии, компрессионная, с двиговой волной, и каждый из них тоже подразделяется под варианты. Сейчас, как первопроходец Hitachi в 2008 году, предложил всему миру компрессионную эластографию для использования в диагностике очагового патологии молочной железы. Но также у Hitachi реализована технология SWM, или ШРВФ Межурман. И обязательно более молодой вид эластометрии с двиговой волной – это ШРВФ эластографии, то есть кодирование цветом. Мы поговорим последовательно, чуть-чуть коротко, очень про каждую из них. Я думаю, что большинство из вас уже видели, что это такое. Я хочу лишь сделать акцент на том, что сегодня очень много информации о том, что это очень пациентозависимая методика. И производитель здесь тоже работает. То есть созданы алгоритмы, когда даже без воздействия рукой оператора или доктора раздается качественная эластограмма. И машину научили за счет большой выборки, то есть больших данных, научили выдавать оператору, даже очень малоопытному, оптимальные эластограммы. И да, Hitachi, Fuji, Film, буду постоянно оговариваться, пока у нас этот процесс слияния проходит. Единственный на рынке производитель медицинского оборудования предлагает использовать strain или real-time эластографии или компрессионную для оценки диффузной патологии печени. И перед вами примеры гистологической ткани и то, как это выглядит на эластограмме. По мере увеличения стадии фиброза печени, количество локусов жестких включений увеличивается синего цвета. И эти алгоритмы используются, алгоритмы real-time эластографии используются в массиве данных. Что это значит? То есть система также умеет автоматически выбирать и для оценки диффузной патологии печени. Вот перед вами представлены примеры, когда отрицательные пики машина автоматически выбирает из серии. И также может предложить автоматически, очень точно произвести измерения в оптимальной зоне, так как это тоже операторозависимая функция и требует навыка. Share-wave measurement – измерение скорости сдвиговой волны по линии, которая от датчика тянется вниз. Здесь генерируется аппаратом низкочастотный импульс. И в зоне измерения здесь 25 точек на самом деле, хоть и мы его называем бокс или точка, хоть называть в точечный метод. 25 точек, которые делаются в серии импульсов, и машина анализирует ее серию распространения в бок, так как это боковые сдвиговые волны, и выдает автоматическом режиме индикатор качества в процентах. Все, что выше 50%, мы принимаем в учет. Скорость сдвиговой волны в метрах в секунду и также в килопаскалях. Пример того, как выглядит похожий алгоритм, только уже с кодированием цвета. То есть мы можем кодировать различные цвета в зависимости от жесткости в килопаскалях или в метрах в секунду, от нулевой скорости в метрах в секунду до установленной оператором лимита. Соответственно, сейчас в данном случае красным цветом кодировалось бы 4 метров в секунду. Это очень большая скорость для печени, поэтому мы видим преимущественно синий-голубым. И также этот метод, эта методика используется для оценки диффузной патологии печени. Очень серьезный вопрос. На самом деле сейчас все больше набирает обороты. И кульминацией в исполнении Fuji Film Hitachi является комби-эласт, когда недостатки каждого из алгоритмов, каждой из методики перекрываются сильными сторонами каждой из них. И мы сейчас на одном экране видим, когда и с двиговой волной, и затухание для оценки стеатоза печени, и компрессионная, которая лишена влияния, отека, воспаления печени, на что, например, очень сильно болезненно реагирует с двиговой волной. И мы можем при помощи комби-эласт оценить следующее состояние. Основные интересующие нас в случае онкологии это прогрессирование фиброза печени и насколько далеким или близким к циррозу печени, чтобы, как говорится, по принципу не навредить. И также воспаление, да, то же самое химиотерапия и прочее токсическое влияние на печени можем отдифференцировать в рамках обычного ультразвукового исследования. В оценке от ЧГО патологии очень много, мы постоянно говорим о эластографии молочной железы, я сегодня решил уйти от этого, потому что очень много, на самом деле, очень продвинутых решений. Надеюсь, очень скоро мы получим опять возможность работать с ультразвуковыми контрастами. Причем на самой машине, на рабочей станции есть возможность работать с различными алгоритмами, возможность реконструкции для подтверждения того, что мы видели глазами, графически. То есть действительно артериальную фазу отчего образования накопило контрасты или вымылось раньше или позже, да, выбирая зону интереса, мы можем строить графики с построением всех известных логистических данных, площадь под кривой и так далее. Здесь я хочу подчеркнуть, что существуют различные алгоритмы получения в режиме контрастно усиленного ультразвукового исследования, и все они доступны на даже самой базовой комплектации ультразвуковых машин HITACHI Fujifilm. Примеры того, да, как флэш срабатывает, то есть я думаю, что те, кто хотя бы раз видели картинку, это стоит увидеть. Да, еще один пример с использованием еще и фокусинга, о котором мы говорили выше, то есть благодаря чему вместе с carving imaging и фокусинг дает прекрасную картинку в режиме контрастно усиленного. Это проблема для тех, кто знаком с этим. Когда мы переходим из основного режима в режим контрастно-исследование, мы получаем достаточно с серьезной потерями картинку. Здесь благодаря этим двум алгоритмам мы видим достойную картинку в базовом режиме. Ну и шикарная визуализация в режиме контрастно-усиленного ультразвука. Вот о чем я хотел бы, наверное, больше поговорить. Немножко недооцененно, немножко не готов мы с коллегами инвестировать время и свое усилие в этот режим. На самом деле, виртуальная сонография в реальном режиме или RVS сегодня стало намного проще, должен отметить, то есть сложности были с синхронизацией. Для тех, кто не знаком, то есть мы имеем возможность усилить в рамках одного исследования преимуществами других модальностей ультразвуковое исследование. Например, как сейчас мы видим с левой стороны магнитно-резонансная томография, которая виртуально загружена в объеме на левой половине экрана, а справа – это реально скенирование. И при этом совмещенное ультразвуковое изображение мы можем, как второй взгляд на очаг или исследование, для лучшей локализации образования с учетом данных из КТ, МРТ. Здесь перечислены все модальности. Также это может быть ПЭТ, это может быть объемный ультразвук. И RVS на самом деле может помочь нам не только сопроводить терапию, я имею в виду биопсии проводить, как предстательные железы, молочные железы, печени, так и сопроводить радиочастотную абляцию. Сейчас об этом поговорим чуть позже, буквально пару слайдов. И действительно контроль динамики без лучевой нагрузки, допустим, пациенту проводится химиотерапия, лучевая терапия, чтобы не было необходимости посмотреть, как меняется очаг в динамике, допустим, через три месяца. Мы можем это сделать при помощи ультразвука, имея и начальные данные, допустим, по КТ с контрастом, или МРТ, да, смотря какой орган. И прогресс действительно он достаточно большой. Я здесь дальше скажу о вот этих двух режимах E-Field Simulation и 3D-SIM-навигаторе. 3D-SIM-навигатор – это функция или возможность, режим планировать размещение игл для радиочастотной абляции. Ну вот на данном случае размещение игл, трех игл с разметкой расстояния между ними, что очень важно, когда нужно разместить их максимально идентично. Но проблема в том, что мы в ультразвуке и даже в виртуальной картинке мы видим плоскость, в которой мы можем иглу только двигать, ну или датчиком двигать только вот в этом направлении. А что происходит вот в коронарном срезе, это не очень понятно. Поэтому в машине реализована функция автоматической реконструкции коронарного среза, когда мы сможем понимать ход иглы не только в этом срезе, но и вперед-назад. То есть коронарный срез по отношению к игле, который проходит для точной локализации иглы. И тогда мы точно на равном расстоянии располагаем иглы и проводим успешно радиочастотную абляцию. Более того, можно симулировать процедуру, например, чтобы понять, получится ли из данного доступа вокруг ребер обойти и подойти к этому очагу и расположить нужным образом. Более того, алгоритм и field simulation в реальном времени накладывает поверх, например, в данном случае компьютерной томографии, то есть виртуальная компьютерная томография, зону будущей абляции. И еще не начав процедуру, мы можем распланировать, исходя из положения игл, чтобы в достаточном количестве захватить зону интереса и прожить ее, чтобы абляция была максимально эффективной. И это все в режиме как симуляции, так и в последующем по симулированному, скажем, плану расположения игл мы можем пройти и разместить уже иглы с четкой уверенностью, что действительно мы не заденем крупные сосуды и не приведем к каким-то осложнениям. Важно, что этот алгоритм отслеживания иглы отдельно, то есть существует в компании ЦИФК делает такие специальные трекеры, которые позволяют отслеживать ход самой иглы, то есть насколько глубоко на виртуальном изображении, потому что на ультразвуковом мы увидим иглу и траекторию движения, а она также ведь дублируется на виртуальную, и на виртуальной мы реально иглу это ведь не видим. И вот при помощи этого трекера мы сможем отследить на виртуальном, то есть на МРТ, на КТ, то есть где у нас находится игла. Единственная проблема и вызов, которая у нас была, но не только у нас, у всех производителей была и до сих пор, наверное, существует еще, то, что когда игла с сенсором отклоняется, то есть вот на картинке слева у нас сейчас видно, то на виртуальной картинке кончик иглы уходит, хотя на самом деле он уже в тканях находится, он не может никуда уходить, и это была проблема, то есть постоянное несоответствие. И в новый алгоритм, то есть это предотвращает, то есть даже при смещении наклонах иглы, машина понимает, что игла уже находится в теле пациента, то есть никуда она отклоняться не может. Вот это очень интересный алгоритм, когда в объеме данных размечается радиологам, например, патологический очаг или машина при помощи искусственного интеллекта размечает, как мы сейчас видим, артерии, вены, то есть протоковую систему, желчные протоки, само образование в разные цвета, это объем загружается в ультразвуковую машину, сейчас мы увидим, что мы можем симулировать из объемных данных, то есть только, допустим, артерии, вены, протоковую систему или очаг, и навигацию и подход к образованию делать максимально точно из предварительно распланированного и размеченного очага. Ну и обязательно, то есть крупные сосуды для и протоки в случае печени, то есть для исключения каких-то осложнений, серьезных. Поддержка лечения, микроконвексный датчик. На самом деле, более 50 моделей датчиков невозможно в рамках даже часа, наверное, о каждом из них породко сказать, потому что очень много достоинств и проблем, которые каждый из них решает. Я хочу лишь остановиться на одном, то есть я не буду говорить о лапароскопических различных вариантах роботизированной хирургии, специализированной для пункций. Я хочу лишь сказать, что послушав хирургов, отзыв от хирургов Хитачи, теперь Фуджи Фильм, сделал вот этот микроконвексный датчик, который на самом деле по размерам находится между обычным микроконвексом и обычным конвексным большим датчиком, то есть конвексом традиционным и микроконвексом. По размерам, по апературе, по хвату ручки, то есть по возможности прикрепить сенсор для RVS, также отсывка брекеты для биопсии. И преимущество такого датчика, что удалось достичь картинки на микроконвексе сопоставимой с обычным датчиком. И более того, действительно, эта монокристальная технология, шикарная визуализация по всей глубине перед вами картинка, и как с углом сканирования 70 градусов, так и с развернутым более большим широким углом для лучшей навигации, при этом без потери качества. Вот пример одного и того же пациента перед вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok